я готова готова вот представим что у нас здесь камера нас смотрят зрители ты у меня в студии так добрый день у нас сегодня в студии прекрасная очаровательная мудрая женщина причем женщина которая умеет учиться любит учиться зовут ее анастасия анастасия здравствуйте здравствуйте итак мы сегодня поговорим о ее странном хобби о ее странном увлечении анастасия скажите пожалуйста что вас подвигло или как вам пришла в голову идея начать продвигать свой youtube канал причем с такой интересной темой как устраиваться на работу как это пришла идея вам сейчас мы узнаем я этой темы еще начала интересоваться когда сама окончил свой институт я узнал о том что молодому специалисту довольно сложно устроиться на работу когда у тебя нет опыта подходящего не не было откуда почерпнуть эту информацию я училась на своем опыте на опыте проб и ошибок но сейчас когда я уже обладаю знаниями в этой сфере у меня уже есть опыт работы я могу рассказать о том как эти ошибки не совершать ошибки как нам это поможет в устройстве на работу правильно я понимаю что youtube канал для этого у вас будет создан да то есть не совершать ошибки поэтому подписывайтесь на канал анастасии там будет много полезной информации а скажи пожалуйста вот на камеру работать тебе сложно ну иногда сложно да сложно в данный момент тебе сейчас сложно дискомфортно находиться в нашей студии студии находиться комфортно и так уважаемые зрители мы создали атмосферу комфорта и сейчас попьем чай перед рекламной паузы смотрите нас обязательно после рекламной паузы но это я сейчас уже так молодец все отличненько я сама немножко там растерялся втором вопросе но я вырулила про камеру вот супер давай теперь ты попробуешь у тебя где-то сидит зритель ты его знаешь ты его обозначаешь давай работайте здравствуйте уважаемые коллеги наверно не стоит говорить на канале а вот кстати так могла бы сказать что здравствуйте уважаемые коллеги да наверное не стоит говорить коллеги потому что сегодня разная аудитория здравствуйте дорогие зрители то есть если уже начала можешь говорить выруливать из ситуации если особенно это прямом эфире то можно выруливать из ситуации так здравствуйте дорогие подписчики сегодня у нас очень интересный гость в гостях у нас в гостях ларшу и с ней сегодня мы обсудим тему устройство на работу лара шума это специалист который прошел довольно большой путь в различных сферах и в актерской сфере и сфере журналистики я думаю нам будет очень интересно узнать о том как проходили первые шаги в этом направлении лара подскажите пожалуйста как вы решили пойти в журналистику расскажите историю о том как вы начинали ваши первые шаги в этом деле когда вы про меня говорили я плечи расправила грудь вперед села приятно благодарю нас у меня довольно таки интересный опыт на самом деле дело в том что без опыта попала телекомпанию экран 5 города москвы пошла там требовался корреспондент и я подумала дай я попробую ведь я отлично как-то вот так умею разговаривать с людьми умею задавать нужные вопросы умею раскрепощать человека прямо здесь и сейчас я попробовала я пришла с наглым лицом что у меня нет но опыта но я готова работать и меня взяли наглость иногда или внутренняя уверенность она помогает отлично а подскажите пожалуйста были ли какие-то сложности в начинаниях ваших первый месяц может быть было сложно с чем справлялись по ходу работы мне было сложно в первый месяц это наверное мой внешний потому что я приехала в москву из санкт-петербурга до этого я жила в маленьком городе имея мой директор компании взял меня с одним условием что когда я буду брать интервью я должна выглядеть как корреспондент телекомпании а не как девочка которая приехала из маленького города и вот мне пришлось как бы месяц сначала прежде чем одеваться на интервью сначала спрашивать у директора вот если а так оденусь если он давал добро то я выходила на улице москвы и брала интервью уважаемые подписчики тема внешнего вида будет обсуждаться на моем канале обязательно посмотрите это видео мы разбираем то как необходимо выглядеть при устройстве на работу и какие могут быть сложности тонкости и советы о которых я вам расскажу в своем видео с ларой мы сегодня прощаемся большое спасибо за беседу это было очень интересно для меня и для наших зрителей благодарю 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 до встречи молодец все очень хорошо все очень чудесно смотри единственное что это я такая свободная да я тут сразу нашлась очень много всего интересного да и тебе это преподнесла я наврала конечно про одежду да но так будет интереснее да что же человек преодолевал а что внешний вид это вполне нормально вполне естественно да и это этим будет интересно но будет поэтому почему я говорю лучше составлять до вопросы там вопросов 5-6 я думаю достаточно будет ну максимум там дополнительных допустим игру какую-нибудь да дополнительно но больше не надо потому что ну там будет по времени 56 вопросов я думаю минуты 45 это вот будет в принципе очень хорошо пока вы поприветствуетесь пока вы попрощаетесь пока вы там чашку чая глотнете вот это надо вот чай это будет вообще здорово понимаешь это создаст опять же секс и да юмор туалет да он всегда цепляет зрителя поэтому если вы будете там пить в прямом эфире или кушать конфетку там допустим чувствуешь что провал идет а вот конфеты хотите это нормально у тебя должны быть такие заготовки придуманные когда ты понимаешь что идет провал там допустим о допустим я могу там спросить как вам студия вот чувствуешь человек там теряется а вот как обстановка в студии как вы себя сейчас чувствуете он там что-то говорит вот но это потом все вырезаться может до в прямом эфире нет а если ты берешь записи интервью это можешь вырезать твоя задача расположить человек когда ты слушаешь да внимательно вот кстати что меня вышивает с тобой сильно а ты когда слушаешь никакие движения и вот ты так сидишь понимаешь я понимаю что мне камеру разговаривать чем смотреть на тебя я не могу на тебя смотреть я в камеру смотрю мне так легче поэтому вот элементарно да человек же говорит поддерживаю вот просто то что я слушаю вас да вот мешкиваешь где-то соглашаешься вперед идешь человеку там допустим а там да думаешь ничего страшного если ты покажешь то действительно я думаю то есть реагировать на человека внимательно слушать и реагировать на человека и тогда будет вот прекрасно то с него только не так пожалуйста интервью тогда будет просто запорота вот и человеку неудобно тоже будет